Ну что ж, ты посмотрел видео лекции и теперь ты знаешь, что же такое вегетососудистая дистония, откуда она взялась, какие диагнозы, что это всё, откуда и так далее. Ты знаешь, что такое паническая атака, ты понял этот круг, ты понял роль адреналина, ты понял, что такое вегетативная регуляция, торможение, разгон торможения, что такое симптомы телесные, сердечные и так далее и тому подобное. Теперь ты это знаешь, теперь ты понимаешь, что с тобой произошло и теперь ты знаешь, что тебе нужно выполнять определённые упражнения. Поэтому шаг номер два, мы с тобой выбираем конкретную стратегию, тактику, по которой нужно двигаться. Если у тебя паническая атака, будут определённые упражнения, если у тебя агорафобия, будут другие упражнения, если у тебя навязчивые мысли, будут другие упражнения, если у тебя всевозможные страшилки, будут другие упражнения. Чтобы подобрать под себя упражнения, ты должен определиться, с чем мы будем работать. Я подобрал для тебя серию видеороликов, в которых я об этом говорю. Более подробно об этом ты можешь узнать из вебинара «Работа с симптомами». Как приобрести вебинар «Работа с симптомами» ты уже можешь посмотреть чуть ниже. Но посмотри обязательно те видеолекции, которые я опять для тебя собрал. Ты для себя очень много поймёшь. Это очень важно. Поэтому второй шаг. Конкретно работаем, применяя определённые упражнения к определённым жалобам. Если паническая атака, то к панической атаке. Если к агорофобии, то к агорофобии. Если к навязчивым мыслям, то к навязчивым мыслям. Если к страхам, то к страхам. Понял? Шаг номер два. Упражнение. Вперёд!